Ирина Васильевна, как идет подготовка к новому учебному году в детских садах и школах Архангельска? Я бы сказала, что подготовка к новому учебному году идет семимильными шагами. На сегодняшний день уже в 58 школах города Архангельска идет ремонт активно учебных классов и кабинетов. На эти цели из городского бюджета у нас выделено порядка 3 миллионов рублей. Ровно столько же мы получили еще и из областного бюджета. И эти все деньги идут именно на ремонт учебных кабинетов. Кроме этого, мы закупаем школьную мебель, мы закупаем оборудование. И школьная мебель поступает в 69 школ города Архангельска. Также идут ремонты в школьных столовых, в пищеблоках. Потому что очень важно не только, как и на чем ребенок получает знания, за какой партой он сидит, но и как ребенок в свободное время может получить питание, школьные завтраки, школьный обед. Потому что мы прекрасно понимаем, что здоровье это самое главное для родителей. Поэтому школьные столовые пищеблоки тоже приводятся в порядок. И в 18 школах города Архангельска завершается как раз в рамках программы школьное питание, завершается ремонт пищеблоков. Ну и точно так же мы сейчас готовим системы жизнеобеспечения. Потому что не только начало учебного года, но это еще и начало отопительного сезона в образовательных учреждениях города. Поэтому мы приводим в порядок отопительные системы, тепловые узлы. И на это тоже предусмотрено порядка 2 миллионов средств городского бюджета. Ремонт системы водопровода, системы канализации идет. И тоже порядка 2,5 миллионов рублей на это предусмотрено в городском бюджете. Поэтому я думаю, что к 1 сентября школы и детские сады встретят наших юных архангелогородцев красивыми и полностью подготовленными. Ну это как раз о детских садах. А в этом году будет продолжено открытие дополнительных групп в детских садах? Ну вот мы каждый год говорим, что все, последние резервы, последние резервы. Но еще в 5 образовательных учреждениях мы нашли возможность открыть дополнительно 175 мест. Это уже те образовательные учреждения, в которых когда-то были, допустим, учебные классы, как, например, школа САД-77. То есть мы в этом образовательном учреждении не открываем первый класс. Ребята пойдут в обычную общеобразовательную школу. Эта школа не имела, это учреждение не имело своего микрорайона. А вот в этом помещении, где размещался первый класс, мы открываем дополнительную группу. И постепенно, поэтапно, в течение трех лет школа САД-77 превратится в детский сад обычный. Потому что это помещение, это здание находится в центре города Архангельска. Самое проблематичное, пожалуй, как раз это предоставление мест в детских садах. Поэтому такое решение приняли. То же самое на территории 14-го лесозавода, здание бывшей 40-й школы. Мы точно так же, там уже в связи с тем, что очень мало становится школьников, мы открываем дополнительные группы для детей Саламбальского территориального округа. Школа номер 5 открываем дополнительную группу. На Кегострове в школе номер 70 в детском саду открываем дополнительную группу. И детский сад 96. Мы нашли еще одну возможность открыть дополнительную группу. Вот таким образом у нас 175 мест. За счет средств городского бюджета, это порядка 4 миллионов, мы получаем почти что полный детский сад. Поэтому это достаточно очень хорошее подспорье для обеспечения местами в детских садах наших дошкольников. Ну, я думаю, что новость порадует родителей. Конечно, конечно. Я думаю, что да. Ну, к новому учебному году готовится и спортивное учреждение Архангельска. А как идет строительство нового стадиона в Северном округе? Строительство идет в соответствии с графиком. Напомню, что завершение строительства – это октябрь 2014 года. Нам, конечно, очень бы хотелось, чтобы чуть-чуть пораньше строители нам смогли передать объект. На сегодняшний день на стадионе уже проводится укладка искусственного покрытия, легкоатлетических дорожек и футбольного поля. Значит, по окончании строительства мы получим не только футбольное поле, но и легкоатлетический манеж, беговые дорожки. То есть это будет такой очень полнофункциональный стадион не только для жителей Северного округа. Я надеюсь, что и соломбальцы, и жители центральных округов города Архангельска будут заниматься спортом. И особенно, конечно же, рады этому очень юные футболисты. Это будет полноценное, хорошее футбольное поле в нашем городе. В Архангельске действует сеть социальных центров. Один из них – душа. Это центр для профилактики наркомании среди подростков. Не только, я добавила, не только профилактики, но еще и реабилитации подростков, кто, к сожалению, столкнулся с этой бедой, с этой проблемой. Насколько известно, там сейчас идет большой ремонт. А что запланировано? В это учреждение, оно размещено в деревянном приспособленном здании. Поэтому, конечно, там очень много надо сделать для того, чтобы в этом учреждении могли жить. Ребята находятся там круглосуточно. И проходить реабилитацию, вот как мы уже с вами обозначили, та категория подростков, которая столкнулась с наркотиками, волею судьбы. И вот ребята прошли лечение. Или же те, кто еще только-только попробовал, к сожалению, но родители, общественность, педагоги забили тревогу. И вот эти ребята, они проходят реабилитацию в центре душа. Значит, мы там приводим в порядок помещения, спальные прежде всего. Для того, чтобы было там тепло и комфортно, идет замена окон на первом этаже. Кроме этого, мы приводим в порядок фундамент, систему водопровода, канализации. То есть здание идет такой, в общем, проходит хороший капитальный ремонт. Тоже за счет средств городского бюджета. Ну, а сейчас хотелось бы поговорить об итогах летней оздоровительной кампании, которая уже близится к завершению своему. Ну, я бы не сказала, что она уж совсем у нас завершается, да. Летняя оздоровительная кампания у нас началась в июне, завершается она 1 сентября. Если говорить о летней кампании, но мы еще не забываем и об осенних каникулах. В осенние каникулы у нас тоже будут проходить оздоровительные мероприятия для наших детей, потому что прежде всего, как я уже и говорила, при подготовке школ и в организации отдыха детей для нас важно укрепить здоровье наших юных архангелогородцев, чтобы ребята были здоровыми. Первые итоги есть уже небольшие. Мы постоянно на межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей обсуждаем итоги поэтапно. Прошла первая смена, мы сразу подвели итоги. И, в общем-то, итоги радуют нас, потому что в 54 лагерях с дневным пребыванием отдохнуло порядка около 4 тысяч детей. Но ребята не просто отдыхали, а действительно получили оздоровление. Роспотребнадзор вместе с медиками всегда проводит мониторинг эффективности оздоровления в лагерях с дневным пребыванием. И вот по Российской Федерации показатель 90,6% оздоровления получили дети за первую смену. В Архангельск мы всегда отставали, потому что север, холодно, дождливая погода. Но, тем не менее, педагоги и медики всегда принимают какие-то меры, чтобы ребята получили оздоровление. Это и витаминизация блюд, это и спортивные мероприятия, это и дополнительные процедуры в специализированных лагерях дневного пребывания, таких как, например, лагерь в школе номер 5 для детей с ослабленным зрением. И поэтому на сегодняшний день мы получили эффект оздоровления 89,1%. Нас это очень радует. Для сравнения, в прошлом году у нас эффект оздоровления был 87,6%. Поэтому мы, в общем-то, горды тем, что ребята наши за первую смену оздоровились. Кроме этого, есть результаты уже и по загородным лагерям. Мы знаем, сколько ребят отдохнуло, как ребята отдохнули. К сожалению, в свете всех событий у нас уменьшилось количество ребят, выезжающих в лагеря за пределы Архангельской области, но, наоборот, увеличилось количество детей, отдохнувших в Архангельской области. Поэтому примерно мы надеемся, что количество ребят, отдыхающих в лагерях загородных, будет равноценно количеству прошлого года. Кроме этого, надо отметить и сказать огромное слово благодарности педагогам муниципальных образовательных учреждений, которые организовали для ребят очень много профильных лагерей, специализированных походов и экспедиций. И в два раза у нас увеличилось количество ребят, которые побывали в таких вот походах, экспедициях по сравнению с прошлым годом. Ребята побывали в Карпогорах, в Каргополе, в Пениге, на Соловках, в Онеге, в Няндаме. То есть наша же Архангельская область, она очень интересна, и ребята тоже, во-первых, могут и отдохнуть хорошо, природа у нас замечательная, и лето это позволяет делать в этом году. Поэтому нас это очень радует. Кроме этого, впервые в городе в течение трех смен на острове Краснофлотске работал профильный военизированный лагерь Архангел. И там отдыхали у нас мальчишки в основном, и там были заняты ребята из категории группы риска. Это тоже очень такой хороший результат, о котором уже стоит говорить. Но продолжается еще третья смена. Какие-то лагеря вот сейчас в августе, в первой декаде открывают четвертую смену, поэтому родители еще могут обратиться в наши отделы социальной работы за оплатой путевок в эти лагеря. Поэтому еще процесс идет. Ирина Васильевна, а действительно можно отправить детей отдыхать в оздоровительные лагеря Крыма? Можно. Туристические фирмы города Архангельска, точно так же, как и туристические фирмы других городов, заключили договоры с лагерями в Крыму. Эти лагеря не успели войти в реестр, который у нас сформирован правительством Архангельской области. Но принято такое решение, что детям, которые выезжают в эти лагеря, будет оплачиваться 15 тысяч от стоимости путевки, независимо от категории семьи. И также до 100% возможно получить оплату проезда до лагеря и обратно. Поэтому родители еще могут прийти в отделы социальной работы и обратиться с заявлением на оплату. Мы ждем. Я думаю, что все отделы родителей нашей Архангелогородцы знают, где они находятся. Ну а если не знают, то можно обратиться в Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства по телефонам нашего управления или на сайте мэрии посмотреть. Телефоны 607-528 и 607-172. И вот подать заявление на оплату. Поэтому я думаю, что вот, да, еще хотелось бы сказать, что если родители купили ребенку, приобрели путевку, но вовремя, в указанные сроки ранее не смогли принести документы в отделы социальной работы для компенсации, они могут это сделать в осеннее время. Потому что с 18 августа по 17 сентября вот как раз для таких родителей, кто по каким-либо причинам не смогли предоставить документы на оплату путевок, мы принимаем документы, потому что финансы есть, мы родителям можем оплатить. Ну и к другой актуальной теме, это жилье детям-сиротам. А как ведется работа в этом направлении? Ну вот так совпадает, что тоже в период лета мы в основном занимаемся этими вопросами, потому что с 2006 года Архангельс, так же как и другие муниципальные образования Архангельской области, получили государственное полномочие по приобретению жилья для детей-сирот. Значит, подчеркиваю, что это государственное полномочие. И вот за этот период, с 2006 года, за средства областного и федерального бюджетов мы приобрели 86 квартир для детей-сирот. Но очередь, она очень большая. У нас порядка более 400 человек стоит в очереди. Это в возрасте с 14 лет мы ставим детей. Но где-то около 300 человек, это те, кому уже старше 18 лет из этих 400, кто уже хотел бы жить отдельно. К сожалению, средств не хватает, чтобы полностью их удовлетворить все потребности. Прошлый год мы приобрели порядка 30 квартир и обеспечили ребят позапрошлый год точно так же порядка 30 квартир. А в предыдущие годы, конечно, там было очень мало приобретено квартир. На сегодняшний день темпы мы снизили, к сожалению, потому что 44-й федеральный закон, который вступил в силу с 1 января 2014 года, он не позволяет нам закупать напрямую, минуя аукционные торги, как это позволял 94-й федеральный закон делать. Поэтому мы вынуждены объявлять аукционы. И для того, чтобы гражданин нам смог продать квартиру, он должен иметь электронную цифровую подпись и внести за даток не менее 100 тысяч рублей за ту квартиру, которую мы у него купим. За участие в аукционе. К сожалению, не так много у нас таких возможностей граждане имеют. Поэтому на сегодня мы приобрели всего лишь три квартиры. Вот сейчас надеемся, что четвертая на подходе. И объявлен аукцион на 19 квартир, то есть на все средства, которые мы получили. Это 58 миллионов федерального и областного бюджета. И надеемся, что еще кто-то у нас сможет оформить печать, найти возможность и средства на этот задаток, и мы сможем купить квартиру. Ну и в завершении, наверное, нашей программы о таких приятных темах, о праздничных мероприятиях, которые грядут в нашем городе. Это День воздушно-десантных войск и День физкультурника. А что ждать Архангелогородцам вот в эти дни праздничные? Ну это августовские праздничные мероприятия, потому что у нас каждый летний месяц он отмечен каким-то праздником. Июнь — это День России, День города. Июль — это День военно-морского флота, очень любимый горожанами праздник. Но и как город воинской славы мы не можем не отмечать праздники. Вот можно сказать так, по родам войск и Дню ВДВ у нас особое внимание, потому что очень много Архангелогородцев служило в этих войсках. И среди участников Великой Отечественной войны были первые десантники у нас, Архангелогородцы тоже, и среди тех, кто служил в Афганистане, в горячих точках на Кавказе. Поэтому этот праздник очень тоже любят Архангелогородцы. Десантники традиционно во главе с региональной общественной организацией «Долг» собираются на Монументе Победы и проводят там митинг. После этого у них идет шествие к мемориалу памяти на Вологодское кладбище, где похоронены ребята, погибшие в Афганистане и на Кавказе. Но мы вместе с ними, сотрудничая с общественной организацией, стараемся сделать праздник более красочным. И поэтому муниципалитет нашел возможность в этом году пригласить в гости к Архангелогородцам и к нашим десантникам очень замечательный коллектив. Этот коллектив — это ансамбль «Крыватая пехота», ансамбль молодых десантников, курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова. Ребята очень творческий, очень интересный коллектив. Этот коллектив существует уже на протяжении 20 лет. Он отличается тем, что в составе коллектива идет постоянная смена, потому что это курсанты. Но ребята очень талантливые. Я думаю, что они порадуют не только десантников, но и Архангелогородцев своим выступлением. Поэтому мы приглашаем всех Архангелогородцев 2 августа. Это суббота совпал, праздник очень замечательный. Надеемся, что и погода нас побалует. В 12 часов на Площадь мира к монументу Вечного огня на набережной Северной Двины. Сначала там состоится митинг. Потом от наших десантников сюрприз. Это десант воздушный. Выбрасываются наши парашютисты. Мы можем посмотреть. Я думаю, это интересно будет особенно нашим мальчишкам, юным Архангелогородцам. Ну а потом концерт Крыватой пехоты. Дальше следующий праздник у нас ровно через неделю. Это День физкультурника 9 августа. Он также любим Архангелогородцами. Этот праздник состоится на стадионе Труд. Причем помимо традиционных мероприятий в День физкультурника, это различные соревнования, которые там будут проходить. Это парад ветеранов спорта. Помимо этого будет проходить очень много состязаний. И кроме этого все желающие могут проверить себя на уровень физической подготовки по видам спорта, которые определены Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом готов к труду и обороне. То есть тот наш знаменитый значок ГТО, который получали когда-то в советское время в школах и в учебных заведениях, можно сейчас вот так же себя испытать, получить лист, по которому ты, значит, там показал свои испытания, и, наверное, удостовериться, достоин ты к труду и обороне, готов ты к труду и обороне или нет. Поэтому вот мы всех Архангелогородцев приглашаем на стадион Труд. Здесь уже в 9.40, значит, весь день вот эти соревнования будут проходить и испытания. А в 15 часов также на стадионе Труд состоится финал Кубка города Архангельска по футболу. Тоже очень интересное мероприятие, яркое, красочное. Поэтому я думаю, что всех любителей футбола в день физкультурника наши спортсмены тоже порадуют. Но и надо не забывать еще об одном празднике августовском. Это 22 августа, день российского флага. Поэтому в день российского флага у нас к этому празднику очень активно готовится молодежь города Архангельска. Ребята приготовили, во-первых, и викторины для горожан. И в местах массового пребывания жители нашего города, члены молодежного совета будут проводить викторину. Мы можем выдавать ленточки триколор, как частичку нашего российского флага. Кроме этого, мы планируем с ребятами, с молодежным советом города Архангельска в 17 часов дать старт шествию от стелы города воинской славы до памятника Петру Первому. И там провести митинг. А после этого уже пройти парк аттракционов Потешный двор. И там силами как раз нашей молодежи будут устроены интересные игры, развлечения, соревнования. Это все тоже посвящено нашему главному государственному символу, российскому флагу. Вот такие августовские праздники ждут наших Архангельска. В августове еще это будет насыщенно и интересно. Да, да. Ну а потом будет 1 сентября. И российский флаг, он будет развиваться уже над всеми школами нашего города Архангельска, потому что вступает в силу федеральный закон. И с 1 сентября над каждым образовательным учреждением ежедневно должен быть поднят российский флаг. Поэтому город будет у нас рассвечен триколором вот так очень ярко 1 сентября. Ну действительно, праздники обещают быть интересными и насыщенными. Ирина Васильевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что пришли к нам. Напомню, в студии программы «В центре внимания» была заместитель мэра по социальным вопросам Ирина Орлова. Темой нашего разговора была подготовка к новому учебному году. В студии работала Елена Гончарова. Оставайтесь с телеканалом ПС. Откройте город вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин